Здравствуйте все, я Радислав Гондопас, если кто не знает, бизнес-тренер. И без ложной скромности, раз уж пошел такой разговор, наверное, одна из самых успешных, если не самая успешная карьера в этой индустрии. Почему я об этом сказал? Не хвастовства ради, а потому что зашел такой разговор, задан был такой вопрос, и тут важно подкреплять фактами сказанные. Людей, которые повлияли на мои решения, которые сдвинули меня как-то из некого баланса, гомеостаза. Много было в этой жизни, но когда нужно выделить кого-то одного, вдруг вспомнился мне Александр Свияш. Автор любопытной методики выстраивания жизни, ее гармонизации, повышения успешности. Я попал на его семинар случайно, прям вот совершенно случайно оказался, но был увлечен, было интересно, забавно многое. И вот после этого семинара, тренинга, он подозвал меня к себе и почему-то так доверительно сказал. Заговорил со мной, как будто вообще без дистанции. И говорит, а ты не думал о том, чтобы самому проводить тренинги? Думал, думал года два о том, чтобы самому проводить тренинги, но не проводил, потому что все в жизни было как-то гармонично, правильно, удачно, все получалось. Не было потребности менять что-либо радикально. И он сказал, ты знаешь, у тебя, по-моему, к этому есть талант. Талант, какие-то важные слова, у тебя к этому есть талант. Я не спросил, почему он так решил. И вдруг я почувствовал, что да, у меня, кажется, есть талант. Он говорит, талант связан с предназначением. Предназначение нужно выполнять. Если талант дан, ну тут опустим вопрос, как это вычисляется, кто это решает. Если талант дан, значит, нужно предназначение реализовать. Я так крепко задумался над этими словами, и я, может быть, так в задумчивости бы жил бы. То, о чем я рассказывал, это год 20 назад было. Я, может быть, так и жил бы с этим задумчивостью, если бы не произошел третий шаг. И он говорит, хочешь попробовать у меня в центре, у меня тренинговый центр, я могу тебе дать методику, мою методику, и поработать в паре с другим тренером, более опытным, поработать у меня в Москве. И вот тут я понял, что нужно решать. Потому что одно дело, задумайся, а другое дело. Посмотрите, три шага такие, у тебя есть талант, ты можешь. Второе, ты должен. И третье, дать площадку. То есть дать возможность сделать практический шаг. Это повлияло радикальным образом. Мне многое пришлось оставить, бросить, изменить жизни, переехать. И я попробовал. И у меня получилось, ну, наверное, первые шаги, как в любом деле, были не очень. Но многие согласились, что, пожалуй, слова о, ну, если не таланте, то, во всяком случае, способностях, это не пустые слова. И я почувствовал, ну, знаете, как, почувствовал кровь, зверь. Я почувствовал радость, почувствовал целый сложный такой клубок эмоций, чувств, которые связаны с этой работой. Почувствовал желание развиваться в этом направлении. Ну, и могу сказать, что с этого момента просто я начал вторую жизнь. Как говорили, реинкарнация. Ничего от прежней жизни практически не осталось. Новая жизнь с новой профессией. Новая жизнь в новом месте, с новыми людьми. Все по-новому. Вот такой был шаг, простой разговор. Александр Егорович, возможно, даже и не помнит этого разговора. Но, тем не менее, такое влияние было. Повторю, не единственное в моей жизни было. Много людей, которые влияли, но в такой серьезной степени все-таки единицы. Надеюсь, кто-то где-то когда-нибудь скажет что-то подобное и обо мне. Но я довольно часто в автографе пишу прирожденному лидеру или прирожденному оратору. Я знаю, как эти слова, наличие у нас способностей или талантов, могут повлиять на наше решение, укрепить нашу уверенность в себе и дать крылья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!